Сюжет про Павла Пинедова, он действительно не первый. У нас была история про Ника Вуйчича. Человека без рук и без ног. Да, это тоже известный парень, очень совершенно выдающийся, который действительно... Тоже не русский, да. Тоже не русский, сказала Наташа, а у меня включён микрофон, тоже не русский. И что? У нас есть русский... Есть? Есть русский, вот среди нас русский Павло Пинеды. Да, есть, конечно. И проблема в том, что найти такую мощную историю довольно сложно. Если бы я на неё напоролся, я бы, конечно, сразу сделал такой материал. Ник просто настолько активен и открыт миру, да, что вот мы его нашли, сразу полетели и сделали. И удивляюсь, что до нас никто этого не нашёл. Но если это история, которая действительно заставит многих пересмотреть своё отношение и перевернёт что-то, конечно, будем делать. Это не важно, что они русские вообще. Возможно, нету таких историй, потому что из-за отношений в обществе всё-таки эти люди уверены в себе настолько, чтобы иметь такой сильный голос, потому что они живут в этом обществе. Но у нас поставлены определённые, если у нас поставлены задачи для того, чтобы это общество создать, всё-таки нужно же с чего-то начинать. И всё-таки есть такие люди, я вам могу дать много каких-то интересных имён. Люба Аркус, я уверена, тоже поможет. Но мы не здесь для того, чтобы вас обвинять, но просто это как бы, наверное, такая дискуссия и предложение того, что, может быть, было бы хорошо иметь вашу поддержку. Всё-таки Первый канал управляет мнениями нашего общества. Мы всегда готовы эти истории делать и делать. И в благодарительности мы тоже участвуем. Я не собираюсь презентовать канал. В общем, задача круглого стала не в этом. Я думаю, что люди знают, что мы делаем.